Область может стать лидером по производству медицинского оборудования. Об этом заявил министр промышленности и энергетики на заседании Совета по науке и инновациям при губернаторе области. В рамках первой в этом году встречи собравшиеся обсудили приоритетные задачи развития и внедрения новых изобретений саратовских ученых. Подробнее в сюжете Екатерина Ковальчук. С помощью этого прибора теперь можно в кратчайшие сроки диагностировать последствия обширного инфаркта. Сотрудники лаборатории института радиоэлектроники разрабатывали этот медицинский аппарат не один год. Сейчас прибор проходит последние тестирования, а его изобретатели уже подали заявку на финансирование первой партии оборудования в инновационный фон Сколково. По словам разработчиков, розничная цена прибора будет составлять в среднем около 20 тысяч рублей. И он будет доступен для использования в медицинских учреждениях области и страны. Применение этого прибора в спортивной медицине, например, это одно из направлений. Также для прогнозирования выживаемости после инфаркта миокарда у пациентов, перенесших острый инфаркт. Ну и просто для диагностики состояния сердца для обычных пациентов как в лабораторных условиях, так и в период их реабилитации. Сегодня развитие инновационных технологий в регионе идет полным ходом. Контроль и внедрение новых разработок в различных отраслях координирует Совет при губернаторе области, созданный еще в 2002 году. В его состав входят заслуженные ученые, разработчики и чиновники. Сегодня мы можем констатировать, что региональная технологическая и научно-исследовательская база отвечает современным требованиям организации фундаментальных и прикладных исследований в области электроники, наноматериалов, биотехнологии, физики, математического моделирования и других. Поэтому эффективное использование существующего научного потенциала позволит модернизировать промышленный комплекс для решения ряда важных производственных задач, в том числе импортозамещения. На первом в этом году заседании Совета по науке и инновациям его участники выделили приоритетные направления развития. Так, в список первоочередных вошли электроника, фотоника, медицинская отрасль, транспортное машиностроение, энергоэффективные источники. По словам министра промышленности, сегодня саратовские разработки участвуют в федеральных проектах и зачастую финансируются из бюджета страны. Министерство промышленности подписало соглашение о сотрудничестве с Российской Академией наук. И очень важное значение передается сейчас стандартизация и сертификация. Подписано соглашение с Российским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации. Расширяется участие наших предприятий в федеральных программах, причем и количественно, и качественно. Развивается инфраструктура, были созданы бизнес-инкубаторы, фонд микрокредитования, гарантийный фонд и целый ряд других. Сергей Лисовский считает, Саратовская область может стать лидером в стране по производству медицинского оборудования. Сегодня в этом направлении в регионе работает 42 учреждения. На первой встрече члены совета обсудили и темы следующих заседаний. Среди них импортозамещение и продовольственная безопасность. Решено было, что совет будет собираться раз в квартал на базе различных предприятий области.